После некоторого затишья мошенники вновь заявили о себе. Жертвами обманов Муравленко стали два человека. Потерпевшие лишились в общей сложности более 700 тысяч рублей. Мошенники – это не только авантюристы и манипуляторы. Им свойственно коварство и полное отсутствие эмпатии. Поэтому совсем не важно, у кого выманивают деньги – у молодых и состоятельных людей или у стариков. Недавно жертвой обмана стала пожилая женщина 1936 года рождения. Она перевела на счета преступников 600 тысяч рублей. Схема достаточно стандартная. Гражданке позвонили, сообщили о том, что с ее банковского счета пытаются похитить 50 тысяч рублей. И для того, чтобы сохранить деньги и средства, ей необходимо пройти в отделение банка, где снять имеющиеся на них средства, после чего, получается, в салоне сотовой связи положить денежные средства на счета, которые ей укажут. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Уже второе за последние пять дней. Обратился мужчина в МВД подгорода Муравленко с заявлением по факту того, что без его ведома был вход в личный кабинет ВТБ банк, где была от его имени подана заявка на оформление кредита на 175 тысяч. Ему был оформлен кредит на 175 тысяч рублей. После этого денежные средства поступили на его банковскую карту. И с его банковской карты неустановленные лица перевели двумя операциями на общую сумму 160 тысяч рублей. Раскрывать подобное преступление сложно. Но несмотря на то, что преступники хорошо умеют заметать следы, полицейским все же удается доводить некоторые уголовные дела до суда. Выходим на след преступников, однако не так часто, как хотелось бы. В настоящее время в производстве следственного отделения находятся два уголовных дела, лица по которым установлены. То есть проводятся все необходимые мероприятия для привлечения к установленным законам ответственности. Сотрудники полиции напоминают горожанам об деятельности. Распознать мошенников несложно. Только аферисты просят назвать данные карты или код из СМС. Торопят и призывают к действиям. Порой запугивают и нагнетают обстановку. Хочу сказать нашим жителям, чтобы сразу же не бросались избавляться от своих денежных средств. Если есть какие-то сомнения, то необходимо прекращать различные разговоры, обращаться в ту иную службу, от которой якобы поступил звонок, с целью проверить, действительно ли по данному счету, по данному факту у них возникли проблемы по их финансовой деятельности. Также при малейших сомнениях специалисты рекомендуют позвонить в банк. Номер горячей линии есть на обороте вашей банковской карты. Можно зайти в личный кабинет и убедиться, что деньги на счетах и вкладах в порядке. И обязательно посоветуйтесь с близкими. Они не дадут вам совершить необдуманных поступков. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко.